Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня будем с вами обсуждать три веточки, которые я остро не рекомендую для прокачки первыми в этой игре. Советы новичкам, какие ветки не стоит качать первыми из веток тяжелых танков. У нас огромное количество тяжелых танков и кто-то манит своими боевыми заслугами общепризнанными, кто-то манит барабаном. Есть машины, которые манят своей историей и значимостью в игре. Есть машины, которые в свое время манили, но после нерфа стали прям совсем тяжелыми для игры и, соответственно, стали менее популярными для прокачки. Но мы, ребят, сегодня будем обсуждать с вами не десятки сами, а то, что вас ведет к этим десяткам. То есть мы не будем заценивать, допустим, насколько хорош или нехорош по своему орудию ВК-7201К и насколько данная машина является играбельной. Мы будем обсуждать с вами ветки в разрезе того, насколько тяжело или не тяжело, приятно, неприятно будет идти к этой машине. Ну и, соответственно, именно таким образом будем формировать топ-3 самых тяжелых или неприятных, называйте как хотите, веток тяжелых танков. Что хочется вам сразу обозначить. Для того, чтобы понимать, как будет качаться ветка вами, я рекомендую вам подписаться на мой канал, потому что на данный момент на канале собрано уже более 500 честных обзоров на технику, на товары в магазине, фановые видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, помогайте продвигать проект. Я хочу создать электронную библиотеку, в которой каждый может найти то, что ему интересно. Допустим, если вы раздумываете над тем, качать ли вам ветку Объекта 263, заходите на мой канал, заходите в плейлист «Ветка Объекта 263» и здесь вы увидите обзоры на каждую из машин, которая будет вести вас по данной веточке и сможете понять, подходит вам эта ветка, не подходит, сможете ли вы ее прокачивать и действительно стоит ли ее качать, насколько вам будет сложно или морально неприятно этим заниматься. Поэтому, ребятушки мои дорогие, подписывайтесь на канал, я уверен, что вы сделаете правильный выбор в вопросе подписаться или нет. Спасибо вам большое за благовременно, ну и, соответственно, за просмотр в том числе. Ну а мы с вами возвращаемся к тяжелым танкам и я водрузил на третье место одну из двух веток. Почему одну из двух? Потому что очень сложно определиться, кто из них действительно достоин того, чтобы находиться на этом третьем месте в топе самых неприятных веток. Первая веточка это WZ-113. По одной простой причине, потому что прокачивать ветку, ну не настолько приятно, интересно и весело, как многие другие ветки. Здесь хорошая машина, с довольно неплохой броней, довольно интересная. На восьмом уровне WZ-110 она неплохо себя показывает и говорит о том, что эта машина прям совсем уж, ну, унылая и неприятная. Нет, не скажу. Тут есть броня, есть приведенки, но все-таки геймплей на данной машине, он не будет доставлять удовлетворения новичку. Эта машина однозначно не для новичка и ветка WZ-113, она качается, как правило, тогда, когда вы выкачали основных мастодонтов, которых все рекомендуют для прокачки. В моем случае я рекомендую абсолютно не WZ-113 качать первой, это уж точно. Ну, либо я бы не рекомендовал параллельно на третье место водружая прокачивать ветку ИСа-4. Да, я не спорю, СТ-1 на своем уровне играется очень классно, очень приятно. Я данную машинку довольно часто выкатываю из ангара, чисто пофанится, потому что топовое орудие на девятом уровне с 420 единицами альфы, 258 пробития и довольно-таки приятным временем перезарядки. И даже несмотря на время сведения в 5.3 является действительно комфортным и приятным в игре, а броня действительно помогает вам как можно дольше продержаться в бою. Но все же машины, которые находятся перед этим, являются действительно крайне неприятными и унылыми, и при всей своей грозности являются довольно-таки картонными машинами, которые особо даже выцеливать не надо. Ну, допустим, тот же самый КВ-4, да, действительно обладает где-то довольно-таки приятной броней, но есть определенного рода прямые планки, которые абсолютно спокойно принимают в себя урон, про борта и корму я вообще молчу, ну и соответственно на данной машине действительно отыгрывать не вау-вау приятно. Поэтому вот эти вот две веточки я ставлю на третье место, которое не рекомендую прокачивать первыми. На второе место, ребят, я поставил веточку Мауса. Объясню почему. Вопрос не в самом Маусе. Как я уже говорил, мы сегодня зацениваем с вами не качество 10 уровня, а то, что к нему ведет. Дело в том, что если на Тигре П вы еще действительно будете играть с удовольствием, то дальше, будучи новичком, вы получаете ВК-шку Маушенена. И да, кстати, я называю его Маушенен только по одной простой причине, потому что если вы введете в переводчик Маушенен, тогда вы поймете, почему я его так называю. Итак, вот восьмой уровень и девятый уровень, ребят, он действительно очень унылый. Он настолько медленные машины, ну прям до безобразия. И многие скажут по поводу того, что да ты выведи машины в топ и они кататься будут совсем по-другому. Ребят, я свои обзоры снимаю честными не в плане того, что я ничего не скрываю, это само собой разумеющееся. Я показываю машины такими, какими они будут, когда вы их получите. И если вы не являетесь миллионером, на чем говорю. Вот допустим, если я сейчас открою себе Маушенена, то у меня будет либо 50, либо 75% экипаж. Знаете почему? Потому что меня жаба задавит платить косарь голды за то, чтобы до 100% сразу прокачать себе экипаж. А для того, чтобы катать на 100% экипаже и, понятное дело, чувствовать машину совсем по-другому, мне необходимо отдать голду. Я на это не готов. Я уверен, что есть огромное количество игроков, которые не готовы это делать. Плюс к тому, я иду к Маусу. И, честно говоря, катать на Маушенена, открывая себе пихло за 51,5 тысячу и плюс еще 24,5 тысячи за гусли, это, грубо говоря, там одна треть от веса самого Мауса. Поэтому здесь есть вопрос, а зачем мне открывать два вот этих модуля, чтобы машинка типа бодрее ездила? Ну, в любом случае, будет какое-то время необходимо для того, чтобы открыть себе, даже если вы будете открывать. Или вы потратите какой-то определенный кусок своей свободки, который тоже не так уж и много, как правило, у среднестатистических игроков. Поэтому перед тем, как писать мне комментарии под моими видео по поводу того, что ты возьми машину и катай ее на 100% экипаже с открытой всей оборудкой, и тогда ты поймешь, что эта машина нормальная. Ребят, я это понимаю, но это все равно, что делать обзор на Ланос, который вы взяли с, даже не знаю, там с того же салона, и рассказывать по поводу того, что я скажу, что Ланос это немножко унылая машина, а кто-то мне напишет по поводу того, что да нет, если ты поставишь туда коробку автомат, если ты поставишь туда двигатель от BMW, если ты поставишь туда кожаный салон от Ferrari, это будет совсем другая машина. Ребят, я согласен, но это Ланос. И мы зацениваем с вами Ланос, а не то, что с него может получиться. Вот так и здесь мы зацениваем с вами машины такими, какие они есть, а не то, что с них может в перспективе получиться. Именно поэтому, ребят, я не советую ветку Мауса, потому что на ней в стоковом варианте танки очень тяжелые в игре. Они нудные, они неприятные, они расстраивают до безобразия. Тяжелый, вялый геймплей, который действительно может расстроить и очень сильно. Итак, Маус, ребят, у нас на втором месте. Ну и что касается первого места. Ребят, на первое место я водрузил француза. И сейчас объясню почему. Дело в том, что как бы не хвалили французские танки, особенно ребята, которые гоняются за средним уроном и не рассказывали по поводу того, что на АМХ 50Б, допустим, можно классно держать средуху. Я с этим не спорю абсолютно. Но мы сейчас говорим о машинах, которые для новичков. И для новичков, ребят, выкачивать АМХ очень сложно. По одной простой причине. Потому что машины, по большому счету, в основном картонные. Потому что новичку необходимо привыкнуть к тому, что, допустим, перезарядка барабана составляет 24 секунды. И эти 24 секунды новичку необходимо пережить. Да, потом он имеет возможность накидывать опять 4 снаряда со средним уроном 225. Но поверьте мне, как правило, новичок, он даже полтора барабана может не использовать за бой и вылететь в ангар. Поэтому, ребятки, АМХ я однозначно не советую. И это первое место в нашем сегодняшнем рейтинге в отношении машин, которые однозначно не стоит рассматривать новичку, как первую ветку для покачки. Поэтому, ребятушки, выбирайте себе обязательно что-нибудь другое. Ну и что я могу вам еще посоветовать? Ребят, как бы у вас не получалось, чем бы вы не занимались, как бы вы не видели свои цели в этой игре. Помните, самая основная цель, которая может быть, это получение удовлетворения от процесса, которым вы занимаетесь. Если вы удовлетворения от этого не получаете, ну, значит, это, в принципе, бестолковое занятие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите свое мнение по поводу моего топ-3. Напишите, согласны или нет. Не потому, что это поможет продвижению канала, хотя и это тоже. А именно потому, что там есть другие ребята, которые хотят видеть не только мое мнение, но еще и альтернативное. И да, ребят, любое мнение является субъективным. Кто бы его не высказывал, я или какой-нибудь скилловый ютюбер. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.